Молдавский дворянин Леонард Акулов – человек, который заслуживает, чтобы его имя внесли в новейшую историю Молдовы. И его имя должно появиться в истории не потому, что он основатель и предводитель дворянского собрания Республики Молдова, а потому, что он в свои 72 года сделал и делает большие корабли и кареты ручной работы. С чего началось ваше занятие и, можно сказать, хобби построения кораблей? Ну, это где-то было в начале 90-х. Мне дали одну книгу, там, где были изображены модели парусников, старинных парусников. Вот, я как-то решил попробовать. Попробовал, что-то вышло. Потом увлекся этим делом. Сделал больше, кажется, модель. Вот, и пошло, и поехало так вот. И как-то я увлекся этим делом, и стало моей профессией второй. Я сам по образованию гуманитарий, но увлекаюсь астрономией и квантовой физикой. Сколько вы за 20 лет сделали корабли и карет? Я не считал. Ну, примерно, можете сказать? Ну, примерно, бог его знает. Ну, около 40, может быть. Сколько занимает время один корабль? Вот сколько вы делаете по времени? Ну, это вопрос тоже ответить очень сложный. Дело в том, что я, конечно, не занимаюсь с утра до вечера. Вот, когда я работал журналистом, я знал, конечно, четко, что мне сегодня нужно взять, например, несколько интервью. А завтра я, например, отдыхаю. Или я работаю дома где-то. Ну, так и здесь вы тоже, понимаете. Ну, если суммировать все время, то на большую модель у меня выходит месяцев 5 или 6. На большую модель. Но это в среднем. Потому что четко, кажется, посчитать время – это невозможно. Почему именно вот корабли имеют такой образ, именно такую форму, такие пропорции? Дело в том, что я все свои работы делаю, скажется, строго по чертежам. Вот. А еще я делаю, ну, это шпон, скажется, черное дерево, ясень, орех есть даже. В общем, я делаю комбинации. И стараюсь, кажется, сделать так, чтобы цветовая гамма совпадала с оригиналом. Это очень сложно, между прочим, подогнать. А что сложного в создании кораблей для вас? В данное время, кажется, уже ничего не сложно. Но раньше было сложно сделать корпус. Кажется, можно делать шпонгоутов, а потом идет обтяжка, а потом идет палуба, палубу тоже нужно, кажется, делать, мачты, паруса. Все было сложно. А сейчас я могу сказать, что, кажется, легко мне делать, потому что я уже набил себе руку. Где можно увидеть ваши корабли? Ну, в данное время есть одна коллекция, там где-то модели 9, например. Они, кажется, находятся в частной коллекции. Но так они просто уходят у меня, я их продаю иногда, например, раньше. Так они расходятся у меня. Что было сложного при создании дворянского собрания? И как граждане Молдовы относятся к дворянам? Дело в том, что к дворянам всегда было отношение двоякое. И когда мы пошли в Минюст регистрироваться, там сидела одна такая солидная дама, как бы сказать, сталинской эпохи, с удивлением глянула на нас и спросила, а что, вас еще не всех в 17-м году перебили? Вот такой вопрос был. Я сказал, ну, как видите, мы еще живы. Ну, конечно, со скрипом нас все-таки зарегистрировали. А в прошлом году мы решили создать фонд помощи одаренным детям. Это идея моей покойной супруги Аллы Барокко. Она пела в оперном конфитеатре. У меня был великолепный голос. Вот она дала эту идею создания фонда. Но после ее смерти мы решили продолжить. Каким вы видите этот фонд? Вот от здания до того, какие дети талантливые будут, сколько их там? Мы будем брать детей буквально с улицы. Обездолены. Дело в том, что богатые дети, конечно, не пойдут. У них воспитание вдруг оморозит идет. Как живут дворяне молдавские? Вот как день проходит? Чем питаются? В каких условиях живут? Дворяне живут обычно. Обычно, как все люди. И не узнаешь, что он дворяний на том, среди всех людей. Ну, и мне помогали, говорится, дома. Дмитрий Дмитриевич. Потому что мы рядом живем. Вот. И кошки мои. У меня пять штук. Дело в том, что вот эта вот система 70-летнего нашего коммунистического воспитания, она наложила свой отпечаток. Сколько раз в год собираются дворяне? У нас дат определенных нет. Дело в том, что люди сейчас все заняты. Мы просто, как бы сказать, выбираем время, когда большинство свободны в определенный день. И собираемся на станции Злотию. Там великолепное место, там свои столики, там есть маленькое озеро. Вот есть где отдохнуть. И даже есть где, кажется, шашлыки делать. Вот чем занимаются дворяне, когда они собираются в определенную дату, в определенном месте? Вот ваше занятие, что вы все делаете? У нас сценария нет как такового. Мы просто собираемся и общаемся. И в ходе общения возникают уже насущие вопросы. Что нужно делать в дальнейшем, например. Ну, что еще можно сказать? Интересно. Ну, собрания сколько длятся? День, два или это, несколько часов? Ну, часа три-четыре, может, пять где-то, если шашлыки хорошие. Вам 72 года. Чем вы сейчас занимаетесь? Какие у вас, возможно, дальнейшие планы? Все-таки 72 – это не возраст для того, чтобы остановиться. Конечно, нет. Это самый расцвет. Может, здесь есть чуть-чуть шутки? Если немного юмора, но это еще юморский возраст, понимаете? Леонард Акулов унаследовал титул графа и является потомком декабристов, высланных на землю Бессарабии, где они основали село Михайловка, в котором родился и живет Леонард Акулов. Основное, чем занят сегодня дворянин, это реализация фонда помощи одаренным детям Филичитари. Фонд, который может подарить малоимущим детям возможность получать знания, умения и навыки. И главное – развивать свой талант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова